Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наши прямые включения из мобильной студии Первого медицинского канала. И находимся мы в 75-м павильоне ВДНХ на 18-й ассамблее Здоровая Москва. Я рада приветствовать нашего гостя Андрея Георгиевича Малявина. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор и главный пульмонолог Центрального федерального округа. Андрей Георгиевич, не будем томить наших коллег. У нас прекрасная новость для них, которая лежит у нас на нашем столе. Сборник рекомендаций по внутренней медицине, основанный на доказательствах. Пожалуйста, расскажите, что это такое. Это очень интересное издание. Вот оно вот так выглядит. Это издание совместная работа российско-польская, российская научно-медицинского общества терапевтов, работала совместно с Институтом доказательной медицины польским, который имеет некий опыт издания таких документов вообще в нескольких странах. Вот такой же документ сделан на восьми языках. На восьми языках и работал на один большой коллектив. Вообще всего 600 авторов и редакторов работают на эту тему. В данном случае российско-польское издательство, 31 автор из России работал в качестве авторов и редакторов. И это очень серьезный документ, при том, что, видите, он сделан в формате pocket guideline, то есть очень такой небольшой формат, но здесь 1700 страниц. Это создает определенное неудобство, довольно мелкий шрифт, но зато это удобно и для транспортировки. Что содержится в этом издании? По сути дела это суперкраткие клинические рекомендации, в основном основанные на европейских международных рекомендациях, часть на российские. Для этого и нужны были российские редакторы, чтобы подстроить это под российские. Вы прекрасно знаете, что как раз к моменту издания вот этого вышло изменение в закон о охране здоровья, где клиническим рекомендациям производится ключевая роль в организации медицинской помощи. Но еще все рекомендации не сделаны. По эту силу имеют те, которые до этого были сделаны. И это обновляемый документ, но он позволяет оперативно, быстро решать. Здесь практически все разделы терапии. Плюс здесь есть часть токсикологии, часть неотложной помощи. Есть приложение, касающееся инструментальной лабораторной диагностики. То есть все, что, по сути дела, может пригодиться на сегодняшний день практикующему врачу. Ну, прежде всего, это, конечно, терапевт, это врач общей практики, но, в принципе, это любому врачу полезно. Значит, как мы распространяем? Значит, действительные члены российского научно-медицинского общего терапевта получают его бесплатно. Где они могут его получить? Президиум проводит массу мероприятий по всей России. Вот, если по каким-то причинам на самом мероприятии не получили, значит, это идет рассылка. Почтовая? Почтовая рассылка. Любым способом доставляем. Вступить может каждый в общество. Да, это нужно зайти на сайт rnmod.ru. Там есть механизм вступления в общество и оплаты взносов. Заявку надо писать, извините, терапевту? Нет, нет, вот сам процесс вступления уже означает автоматически, что вы получите этот журнал, вы получите подписку на журнал «Терапия», наш основной журнал нашего общества. Если вы не член общества, по каким-то причинам вы не являетесь членом общества, вы можете купить этот журнал в президиуме общества. Есть телефон тоже на сайте, и стоимость его, на мой взгляд, очень небольшая. Вот сейчас мы продаем им по 600 рублей. 600 рублей. Да, это очень небольшая цена для такого объемного издания, стоимость обычного журнала, что называется. Уже сейчас договорились о том, что мы будем обновлять. С какой частотой? А вот стараемся с большой частотой, потому что в марте будет совещание в Кракове, как раз посвященное обновленному варианту. И большой интерес изначально в этом проекте, и сейчас особенно, канадский институт Макмастер уделил этому. Это, в общем, известный институт прежде всего, потому что там работал Уильям Ослер. Я думаю, что будет это уже российско-польско-канадское издание. Я надеюсь, что к концу этого года уже мы сделаем обновленный вариант, но напечатаем, скорее всего, все-таки в 2021 году. Наверное, для меня, по крайней мере, кажется, один из самых сложных вопросов – это, условно, поженить, сопоставить рекомендации американские, европейские, разных сообществ, когда по астме могут быть рекомендации, например, и пульмонологические, и общество аллергологов, и в том числе российские. Как это удалось совместить? Ну, вот эта работа автора-редактора, он выбирает то, что наиболее приемлемо, наиболее подходит к нашей реальной действительности. Как раз с астмой-то больших проблем нет. У нас с педиатрами немножко сложности, а с поврослой астмой, в общем, достаточно единое мнение. Но действительно есть такие ситуации, когда нужно выбрать. И очень сложно, очень жалко выбрасывать выплески, боишься вместе с водой выплеснуть ребенка, да? Когда вот кажется, вот эта информация нужна, вот это, вот это все нужно. И тут ты понимаешь, что у тебя 3-4 страницы. Вот я это называю нано-рекомендациями, даже не покид-былай, нано-рекомендации. Вот нужно оставить самое главное. Если доктор хочет более глубоко посмотреть, вот тогда он смотрит. Но ему сейчас вот здесь, на рабочем месте, нужны нано-рекомендации. И, кстати, Министерство здравоохранения понимает этот процесс. И я вхожу в состав научно-практического совета Минздрава по утверждению клинических рекомендаций. И обсуждается вопрос о том, чтобы наряду там предусмотрены, в общем, рекомендации и алгоритм действий врача. Но сейчас обсуждается вопрос, чтобы вот такие комментарии нано-рекомендации шли практически по всем клиническим рекомендациям. Они не будут иметь юридической той силы, как клинические рекомендации, но, по крайней мере, позволят избежать ошибок. Очень интересно. Я увидела ремарку в самом начале о том, что данные, представленные в этом сборнике, это исключительно мнение авторов и не отражают позицию Министерства здравоохранения. А как это звучит правильно? Это нормальная ситуация. Во всем мире, и у нас сейчас, в соответствии с новым законом, всякого рода документы, регламентирующие деятельность, прежде всего, это плод творчества профессионального сообщества. Это не плод творчества чиновника. Чиновник может принять, не принять. Это другой вопрос. Но создавать нормативные документы или комментирующие документы все-таки должно профессиональное сообщество. И так во всем мире. Я думаю, что вопрос тоже вам задают терапевты. Насколько рекомендации, которые описаны в этом сборнике, сопоставимы с более, наверное, регламентированной частью, работают стандартами, с которыми приходится так или иначе мириться? Стандарт, если я имею в виду мессы, медико-экономический стандарт, это, прежде всего, финансовый документ. И ведь от рекомендации еще есть одна ступень. Это критерии качества экономической помощи. И только на основании их делаются медико-экономические стандарты. Я думаю, что они уйдут в прошлое. Медико-экономические стандарты, и об этом в министерстве говорят, на самом деле, так. Нет противоречия большого. Нет. Нет. Просто у нас сейчас переходный период, у нас слишком мало рекомендаций. Задача Минздравом поставлена очень жесткая. К концу 2021 года практически издать, то есть утвердить клинические рекомендации по всем нозологиям, которые есть в МКБ. Это огромная работа, но это правильно, потому что уходит это кулибинщина, то, что я называю. Я хочу лечу так, хочу так, хочу так. Так. Уважаемые, если вы работаете в профессиональном сообществе, то вы не лечите колдунскими препаратами, какими-то там поганками, гуано-японских соловьев и так далее, и так далее. Мхом, каким-то прикладыванием и прочими вещами. К сожалению, это есть на сегодняшний день. Вы должны действовать по правилам. Если вы не работаете по правилам, значит, вам нет места в медицинском профессиональном сообществе. Как вам кажется? Вот я обратила внимание на большое количество алгоритмов, таблиц, очень удобных для восприятия. Можно ли еще больше текста превратить в такие таблицы? Или все-таки не убрать вот этот мелкий шрифт, в котором, на мой взгляд, тоже важные вещи описаны? Не надо абсолютно все доводить. Мы делаем алгоритмы в приложении к журналу терапии, мы делаем алгоритмы, вот чисто табличные, к сожалению, там иногда выпадают важные моменты. Вот я бы обратил внимание, здесь лежит тоже журнал интересный, вот он ему год с небольшим всего, я принимаю участие, вот в этом номере принимал участие. Здесь ведь тоже очень коротко и упрощенно сделано, но здесь все сделано тоже на основе рекомендаций. То есть это и тоже так же пишет издательство, что мнение специалиста может не совпадать. Это нормальная трактовка, но в принципе задача редколлегии, чтобы это соответствовало международным тенденциям, российским тенденциям, не надо воспринимать вот такого рода издание, как мурзилку. Это не мурзилка, это просто донесение до большего понимания, на задачу, чтобы больше людей это поняли. Тем языком, который будет удален. Потому что, вот смотрите, какая ситуация. Вот раньше были там, а никто не отменял, стандарты оказания помощи по такому-то нозологии. Стандарты устаревали к моменту издания. Вот даже сейчас мы говорим о книжке, которая год с небольшим, уже какие-то вещи надо поправлять, почему нужно все время переиздаваться. И здесь нужно очень оперативно. Объем информации по биологии и медицине удваивается каждые пять лет. И это нужно понимать. Как вам кажется, я, наверное, крамольную вещь сейчас скажу, но мне кажется, это важно обсудить. По многим, по многим заболеваниям стандарты, нестандарты рекомендации по всему миру уже есть. Где-то у нас еще нет, а вот по всему миру уже есть. Может быть, достаточно просто их перевести? Или какие-то есть российские особенности? Я сейчас не про законодательные вещи говорю, а именно клинические особенности, которые могут... Давайте я вам пример приведу. Вот он очень свежий пример. Не надо воспринимать все, что сделано в Америке или в Европе, что все идеально. Мне некоторые рекомендации не нравятся. Я привожу конкретный пример. Очень неплохие рекомендации приняты европейским критологическим обществом в августе 2019 года. Но когда мы открываем, я вижу там, извините, нелепицы. Ну, например, да, вот мы давно этим занимаемся, что хроническая абстрактивная болезнь легче часто сопровождается артальной гипертензией и является серьезным фактором риска, требует потолки. У нас есть уже российские рекомендации, которые, кстати, в значительной степени основаны на зарубежных источниках. А в европейских рекомендациях вообще выпало хоббл как коморбидное состояние значимое. Вот, пожалуйста. Или рекомендации по неинвазивной вентиляции легких. Ее писали солидные люди, вроде, европейские рекомендации. Но абсолютно не дееспособные документы. И методические ошибки видны. Поэтому, пожалуйста, хорошо известны, так сказать, рекомендации ГОЛД по хронической абстрактивной болезни легких европейских. Они каждый год практически усовершенствуются. Но, честно говоря, наши российские более жизнеспособны. Они сейчас тоже будут обновляться, но они более жизнеспособны. С чем это связано? Почему? Чем мы лучше? А чем мы хуже? Давайте так ответим на вопрос. Понимаете? Я, честно говоря, не знаю, может быть, в каких-то специальностях есть специалисты на порядок превосходящий российских специалистов. Ну, я таких не знаю. Ну, наверное, у нас еще и какие-то есть особенности, в том числе антибиотикорезистентность. Она ведь очень сильно зависит от... Она отличается. Отличается не только антибиотикорезистентность. Понимаете? Ну, хорошо, вот моя любимая пульмонология. Основные препараты для быстрого купирования пристава – это бета-2-агонисты. Но у литмонголоидные расы они практически не работают. А у нас это много. Половина населения, да, земли не работают или работают не совсем так. Конечно, есть индивидуальные особенности. Есть вопрос разрешенности препаратов. Не все препараты разрешены для применения. Это целый процесс. Понимаете? Ну, и, наверное, доступности, да? Где-то они включены в список, где-то не включены. Да, доступность, конечно, льготное лекарственное обеспечение – вопрос такой тоже очень важный. Потому что это же деньги. Это же деньги. Мы не должны брать все, что помогает. Если бы мы так работали, мы бы без штанов оставили всю страну. В медицину сколько ни вкладывай, результат сильно не увеличивается. Спасибо вам большое. Мы сегодня и вчера очень много говорили о скринингах. Я думаю, что о чем-то вы будете еще продолжать говорить. Какие сессии предстоят вам сегодня? А сегодня сессия интересная. Сессия посвящена проблемам пожилого человека и проблема полиморбидности и коморбидности. Это близкая мне очень тема. И проблема полипрагмазии, к сожалению. Вот связанная с полиморбидностью. Почему близкая тема? Потому что мы последние годы очень плотно занимаемся прежде всего кардиореспираторной коморбидностью. И как раз это та ситуация, когда возникает назначение вроде бы необходимое. Ну скажем, допустим, что у Хоббла сердечно-недостаточно. По сердечно-недостаточно нужно 2-3 препарата. По Хоббл нужно один препарат, на самом деле в одном флаконе, как это сейчас, двойная бронходилатация как минимум. То есть уже 5 препаратов. А это пожилой пациент. Это хрупкий так называемый пациент. Это непростая задача. Вопрос взаимодействия. Вот пару лет назад мы закончили работу такой проект «Консилиум». Это система поддержки принятия врачебных решений. И вот с ним можно ознакомиться на сайте общества «Терапевт», на сайте общества «Врачей России». Он позволяет правильно выбрать сочетание препаратов для лечения хронической абстрактивной болезни легких и всех сердечно-сосудистых заболеваний. Это огромная работа, потому что, если не изменять память, это 89 препаратов, только по МНН, да, 89. Это реферальные таблицы. Работало 11 экспертов, кардиологи, пульмонологи, терапевты. Но это вещь необходимая, потому что мы сталкиваемся с ситуацией. Пациент зашел сюда, получил три препарата, здесь пришел, получил три препарата, там четыре. Я даже не говорю об экономических последствиях. Я говорю уже о последствиях полипрагмазии. Вот они очень сложные, они непростые. Как выбрать вот эту разумную достаточность? Кстати, как решен этот вопрос в справочнике? Ведь, наверное, польские авторы... Тут невозможно это решить. Здесь по каждой нозологии просто написано рекомендательно. Но очень коротко. То есть вот этого как раз и нет, собственно, да? Ну, это отдельная задача. Я думаю, что можно было бы улучшить как раз вот той же системой консилиум. Но это очень тяжелая работа. Да, но и препараты ведь ежегодно появляются новые. Ну, не ежегодно, но очень оптимистичные. Ну, сколько-то и нет. Прорывных технологий. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что появляются разные сочетания, фиксированные комбинации. Разные дозировки. Ну, это общий тренд, да. Полиудобные для пациента. Полипилы, так называемые, это общий тренд. Это очень хороший, кстати, тренд. Потому что буквально вчера я прочел обзор Всемирного организации старого хранения. По мнению врачей, наиболее популярные препараты. И с удивлением, с приятным удивлением увидел, что по многим нозологиям идут как раз полипилы, то есть комбинации фиксированные. Чего раньше не было. Вот раньше этого не было в такого рода обзорах. Сейчас появились конкретно вот полипилы. Ну, в большинстве рекомендаций встречается, что, собственно, комплоентность повышается, да, когда мы пытаемся совместить? Конечно. Заставить мужчину принимать статины практически невозможно. А вот если мы дали комбинацию, и там внутри уже заложены статины, он будет ее принимать. Не заметит? В общем, да. В общем, да. Понимаете, людей, которые любят лечиться, любят принимать таблетки, они, кстати, очень опасная категория, да, ну, их процентов 10, на мой взгляд, там, может быть, 12. Основная масса у нас предпочитает антинародные средства, которые называют ошибочно народными. Ну, не будем их перечислять. Ну, собственно, здесь работа врачей как, не только как терапевтов, но и как популяризаторов. Я думаю, что не только врачей, тут и пациентские организации должны подключаться. И, в общем, я считаю, что, например, рекламу лекарственных препаратов на телевидении, и в газетах, и в журналах, не медицинского профиля нужно просто запретить. Просто запретить, потому что вреда больше, чем пульс. Тем более, что зачастую видишь просто колдунские какие-то гомеопатические средства, пищевые добавки, которые продвигаются как лидерские. Ну, я один пример приведу. За 9 месяцев 2019 года, я просто знаю эту статистику, российские граждане потратили на абсолютно бесполезные индукторы эндроферона для лечения респираторных вирусных инфекций. Для профилактики они полезны, для лечения нет. Вы не поверите. 44 миллиарда рублей. То есть 44 миллиарда рублей брошены в форточку. Посмотрите рекламу, из чего она состоит. Я не буду называть препарат. У нас до недавнего времени лидером продаж был препарат, который официально признан FDA мошенническим. Вытяжка из печени берберийской утки какой-то в 10 миллиардам разведения. Но это классический фуфломицин. Выигрывает тот, у кого больше рекламный бюджет. У нас задача сохранения здоровья, а не задача нажиться компанией. Надо просто понять, что мы хотим. Возвращаясь к полипрагмазии, из 10 назначенных препаратов, ведь большая часть может быть как раз такими препаратами, и пациент может выбирать не те, собственно, лишая себя статинов, бета-блокеров и каких-то других, очень важных для него групп. Правильно? Это не пациент должен решать. Это врач должен решать. И это задача, вот это задача врача. Вот это задача врача в этих условиях полипрагмазии, вынужденной, так называемой, полипрагмазии, выбрать разумно достаточные мероприятия. Нельзя отдавать на откуп пациенту. Спасибо вам большое, Андрей Георгиевич. Желаю вам успешного проведения сессии. Спасибо. Итак, это было прямое включение из мобильной студии Первого медицинского канала. Мы продолжаем работу. Не переключайтесь.